Тут вообще даже с подсветкой в них вид, мне кажется. 8.26. А, ну, это какое-то другое время. Итак, друзья, подписчики, я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня очередная распаковка посылок с сайта Алиэкспресс. На этот раз ко мне приехал брелок Tomahawk TZ-9010 для моего автомобиля, для моей сигнализации. Вот, распаковка будет состоять из двух частей. Первая это будет, соответственно, распаковка. Посмотрим на дефекты, да, брелок, если они будут присутствовать. Также воткнем батарейку, проверим. Допустим, то же самое время, подсветка, да. И потом следующая часть будет состоять из привязки к сигнализации моего автомобиля. Вот, давайте вскрывать. Смотреть, в каком состоянии приехал брелок. Вот такая вот пупырка. Еще одна пупырка. Очень добрая, на самом деле. Завернули. Кстати, можете сейчас посмотреть, то, что брелок очень хорошо приехал всего за 12 дней. И забрал я его, ну, забрал я его практически сразу. То есть, без каких-либо проблем. Вот, можете видеть, вот такой вот брелок. Вот, посмотрим. Вот они все кнопки. Какие есть. Защитная пленочка у нас на экране. Вот он, карабинчик есть. Просто у моего брелка текущего нету, карабина. Он где-то потерялся. Вот. Сейчас давайте посмотрим, как он работает. Да, задняя крышка очень тугая. Вот видим, небольшой, кстати, зазор есть даже. Сейчас я пока пытаюсь ее открыть. Вот, все-таки я ее открыл. Очень тугая задняя крышка. Хочу сказать. Вот такие батарейки из Ашана. Прикупил. Так, давайте подключать. О, подсветочка есть. Вот это вообще красота, на самом деле. Вот, видите. Какая подсветка. Яркая, зелененькая подсветка. Очень круто вообще. И эта кнопка нормально сжимается. Обалдеть. Так, давайте посмотрим настройку времени. Да, действительно, вибрация, кстати, вообще очень мощная. Прям, блин. Руки сотрагаются. Кнопки вообще обалденные. Реально очень хорошо нажимается. Очень качественно сделано. Тут видим, будильничек получается. Отключить. Это не знаю, что такое. В общем-то, на этом этапе, да, все у нас работает. Все очень громко, хорошо. Так что, пока что, пока что он работает отлично. Далее будет привязка к автомобилю. Вот. Там же я скажу все нюансы, да, по привязке и так далее. Я думаю, это будет делаться на парковке, да, в теплом месте. Потому что на улице этим заниматься будет как-то не очень удобно. Вот. Так что, давайте переходить на парковочку в моих автомобилях. Ну что ж, друзья. Вот он, тот самый брелок, который я вам показываю из первой части. Вот так засвечивает, да, сильно. Вот. Сейчас мы, короче, этот брелок будем привязывать к этому автомобилю, к этой сиквализации. Вот. Далее я, короче, расскажу, какой из четырех способов, потому что существует где-то около четырех способов привязки брелка, какой из них удался. И мы также проверим функции данного брелка. То есть, включим автозапуск, да, двери откроем, закроем, багажник. Вот. Далее все, то есть, объясню, покажу. Так что, давайте приступим. Пошла. Вот так мы и начинаем. Ну что же, господа, мы подключили брелок. Это было не просто на самом деле. Мы перепробовали эти пять способов, которые... А, не, я говорил четыре способа, да. Но мы и пять, и шесть способов перепробовали. Тут, короче, есть такая фишка. Нам помог форум разобраться. Дело в том, что прежде чем подключить брелок к сигнализации по инструкции, по мануалу, там багавка, нужно сначала проделать следующее действие. Нужно включить зажигание, затем перевести в ACC на один оборот назад, нажать короткий чирп на овердрайв, нажать кнопку, да, опять включить зажигание и после этого зажать кнопку овердрайва. И тогда сигнализация издаст четыре чирпа. После этого мы зажимаем кнопку, ну, вот открытие багажника, да, и звука. Зажимаем одновременно и услышим один чирп. Вот. После этого у нас, получается, запишется в базу, вот, один брелок получается. Вот. Если хотим записать два брелка, делаем все то же самое, только на одном зажимаем, отпускаем, один чирп. На втором также зажимаем две кнопки, да, отпускаем, будет два чирпа. То есть два брелка записались. Вот такая вот фигня. Ну, и как я и говорил, то, что мы сейчас испробуем, да, вот он, этот брелок, да, вот она, подсветка, как раз подтверждает, что это тот сам брелок. Вот. Все, по сути, работает. Вот у нас двери открылись. Двери закрылись, да. Брелок, кстати, очень громкий. Вибрация у него бешеная. Вот. Затем проверяем температуру. Температура отображается. Сейчас попробуем, кстати, автозапуск. Вот. Вытащим ключ. Вот, пожалуйста, машина завелась. Вот у нас есть как раз индикация, то, что... Показано, да, что машина заведена. То есть, это у нас все работает. Ну, насчет багажника, да, насчет багажника. Можно посмотреть, как багажник открывается. Но, опять же, нужно иметь в виду то, что для того, чтобы открывался багажник, да, у вас должно стоять, как бы, дополнительного устройства, да, потому что, если у вас до этого он не открывался, он не будет открываться с новым брелком никак. Вот. Сейчас заглушим, да. Ну, да, все работает. Так же, давайте посмотрим, да, еще багажничек. И будем... Вот, кстати, этот брейк появился здесь как раз. Да, давайте багажник попробуем и будем завершать. Ну, все, пробуем. Все работает. Мы все посмотрели, да, все у нас работает. Брелок привязался. Да, это было не очень просто, но мы это сделали. Вот как раз друг помог, нашел информацию необходимую, потому что я сделал как раз скриншоты четырех способов, и которые в итоге не подошли только из-за этого момента. С зажиганием, да, с коротким нажатием кнопки override. Вот. Ну, в первой части вы видели, да, то есть, в каком состоянии брелок, то есть, с ним все в порядке, без царапин, без сколов, все с ним замечательно. Есть вот такая вот пленочка, как раз защитная, да. Карабин, все нормально держится. Вот у нас здесь все прокручивается, как нужно. Все зажимы у нас хорошо работают. Вот. Сами кнопки, получается, нажимаются идеально. У всех есть отзыв. Вот. У этого вот, видите, какая кнопка вообще желейная. Абсолютно ужасно. Этот брелок, короче, меня вообще замучил. 8 батареек мне высадил за месяц. Плюс, постоянно отключался, гнал. И какой-то кошмар. Кстати, подсветки здесь тоже, ну, не было подсветки здесь. Вот. Мне кажется, может быть, возможно, его заливали. И поэтому начал гнать, скорее всего. Также, кстати, вот, да, экран внутри. Машинка тусклая. Здесь она намного ярче. Вот. Опять же, он весь исцарапанный. То есть, это просто на выброс его, наверное. Либо можно вскрыть, почистить контакты. Но тут тоже плохо нажимается. Вообще, то есть, отзывов у кнопок очень плохие отзывы. Вот. Так что, брелком я доволен, да. Как я говорил, за 12 дней он приехал ко мне. Что очень быстро. Почта России не подвела. Также его быстро забрал, да. Воткнул батарейку. Сейчас его остается только тестировать, да. Как он будет справляться вот с этими батарейками. Как он будет себя показывать. Так что, заказом доволен, да. Разумеется, оставлю на него ссылку в описании. Вот. Кому понравилось видео, да. Если будут вопросы, пишите комментарии. Ставьте лайки. И спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok